Президент Казахстана Касым Жмартукаев на встрече со СМИ назвал дату проведения референдума по строительству АЭС. Дело в том, что одни за АЭС, другие против. Те, кто за, говорят, что АЭС принесет чистую энергию. А те, кто против, уверены, что это небезопасно и слишком дорого. Самый сильный аргумент в пользу атомной электростанции состоит в том, что Казахстан имеет огромный запас урана. Отсюда и часто звучащий призыв. Казахстан должен использовать свое урановое богатство. Для своих нужд. Тем более, что в Казахстане освоено производство урановых таблеток. Но не перестают звучать доводы о дороговизне АЭС, которая может стоить рекордные 12, а то и 15 миллиардов долларов. Но эксперты отмечают, что деньги окупятся через соответствующие тарифы, по которым электроэнергия будет отпускаться потребителям. Вам хорошо известно, что развитие экономики невозможно без стабильного энергообеспечения. Поэтому я поручил проработать вопрос строительства атомной электростанции. В настоящее время ведется широкое обсуждение, высказываются разные точки зрения. СМИ также должны принять активное участие в этом процессе. Действительно, в стране имеются большие возможности для развития атомной энергетики. Важно правильно и эффективно использовать их. Окончательное решение по данному вопросу примет народ. Референдум состоится нынешней осенью. Правительство определит точную дату. По мнению некоторых экспертов, никакой опасности населению АЭС не несет. Она оказывает минимальное воздействие на окружающую среду. Противники же полагают, что в случае осуществления проекта АЭС возникнет необходимость в обеспечении безопасности хранения ядерных отходов в течение тысяч лет. А это потребует немалых материальных ресурсов. Но некоторые экономисты говорят, что АЭС слишком дорогая игрушка. И что весь мир движется в сторону строительства проектов, возобновляемых источников энергии и внедрения новых технологий. Даже атомную станцию можно построить маленькую. Ведь человечество изобрело более дешево, чем АЭС, быстрый и безопасный источник получения энергии от солнца и ветра. На референдум нужно выносить вопрос, нужна нам атомная электростанция или нет. Какая страна будет строить? Одна страна, несколько стран. Это будет консорциум. Лично мое мнение, я считаю, что нам почти невозможно будет решить вопрос дефицита электроэнергии, который уже есть, а который будет только расти в разы. Бауржан Шайхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.